Привет, друзья! И сегодня мы продолжаем разговор о программах для обработки Magic Lantern Raw Video. И сегодня наш герой MLV Producer. Вы спросите, почему у меня в руках сковорода? Да потому что продюсер готовит ваши файлы, как блины печет. А вот как сделать так, чтобы первый блин не оказался комом? Давайте смотреть. Итак, MLV Producer. Этой программе уже несколько лет, точнее три года. Но она по-прежнему находится на стадии альфа-версии. При этом работает она очень даже неплохо. Потихоньку дорабатывается и совершенствуется. Работает только под Windows, что лично для меня проблема, так как я работаю на Mac. Но так как до последнего времени это была единственная в своем роде подобная программа, MLV Producer установлен у меня на Mac и через WineSkin, и через виртуальную машину VMware Fusion. Сейчас после появления MLV App под Mac я, честно говоря, все реже пользуюсь продюсером. Но это не повод списывать его в утиль. Так посмотрим, что же данная программа умеет. MLV Producer работает напрямую с файлами MLV, то есть с тем, что вы принесли на флешке прямо со съемки. Это большой плюс. Также в нее можно импортировать и обычное видео, скажем, сжатое кодеком H.264. И даже есть отдельное окно настроек такого импорта. Правда, я лично никогда этим не пользуюсь. В программе есть пакетный режим, то есть можно сразу загрузить в нее несколько MLV файлов и, обработав один файл на свой вкус, сохранить пресет либо скопировать настройки конвертации, а затем применить их ко всем остальным или отдельным выбранным другим файлам. Можно создавать папки и помещать туда группы однородных файлов, дублировать файлы для создания нескольких версий обработки, а также можно применять коррекции на уровне отдельно взятого файла, созданной заранее группы или глобально для всей совокупности файлов. Это уже серьезная заявка на автоматизацию процесса. Но с этим надо быть осторожнее. Легко запутаться, на каком уровне файл, группа или все сразу вы что-то там поменяли или отрегулировали. Это надо все время держать в голове. Я люблю работать с файлами по одному. Это медленнее, но благо MLV Producer не основная моя программа и я прибегаю к ней лишь в сложных случаях. Программа работает относительно устойчиво в последних версиях, но периодически выскакивают разные малопонятные сообщения, случаются зависания и даже вылеты, что, наверное, нормально для альфа-версии, тем более работающей в чуждой для себя среде macOS в моем случае. Инструментарий у MLV Producer очень богатый. Есть настройки баланса белого, авто, пипетка, ручной ввод, экспозиции, контраста, насыщенности, резкости и так далее. Местами количество ползунков может поначалу даже показаться избыточным. Например, три вида контраста, три режима настройки светов и теней, три типа повышения резкости. Кто-то скажет «тонкая настройка», а кто-то «избыточность». Но, повозившись немножко методом тыка, легко понять, что за что отвечает и как работает. Немного освоившись в программе, можно тонко настроить интерфейс под себя и сохранить шаблон для дальнейшего использования. Также имеется большое количество уже готовых пресетов интерфейса под разные нужды. Помимо привычных ползунков, есть поканальные кривые. Довольно странная вкладка «Грейдинг» с довольно спорным набором инструментов. И даже инструмент загрузки лутов, который можно тут же применить к видео. Программа поддерживает звуковую дорожку MLV-файла, что удобно для тех, кто при съемке пишет также и звук. В самом начале важно правильно выставить метод реконструкции зеленого канала. По умолчанию это реконстракт, если видео слишком темное, можно попробовать лифт. Здесь же настройки дебайеризации. Сложно выговорить, но, увы, нет короткого русского слова, обозначающего процесс, который по-английски звучит как «дебейринг» или «демозейкинг». Но смысл в том, что программы, о которых мы сегодня говорим, выполняют декодирование, то есть расшифровку, преобразование информации, содержащейся в RAW-файле, с матрицы Байера в привычную нашему глазу аналоговую цветную картинку. И это и есть процесс дебайеризации. Видов ее очень много, и об этом можно рассказывать часами, но не сейчас. Так вот, при выборе способа декодирования авторы любезно дают нам подсказку, и мы выбираем рекомендованный способ. Ну и осталось выбрать цветовое пространство для дальнейшей работы. Скажу сразу, выбранный цветовой профиль никак не влияет на конечный экспортируемый файл, а работает лишь внутри самой программы, давая соответствующее распределение информации по гистограмме. Кто-то любит выставить плоский логарифмический профиль и выполнять все корректировки как бы с нуля, а кому-то проще сразу подобрать такой профиль, при котором распределение информации по гистограмме близко к окончательному виду. Я предпочитаю последний вариант, хотя, к примеру, если вы приобрели пакет лутов, предназначенных для камер Blackmagic, снимающих в RAW, и вам очень хочется применить именно эти луты к футажу с Canon, то, естественно, будет логично сначала перевести ваш материал в плоское цветовое пространство BMD Film и потом уже применить любимые луты. Кстати, все контрольно-измерительные инструменты для цветокоррекции в полном объеме предоставлены в программе, но я пользуюсь только двумя – обычная RGB гистограмма и RGB парейд. Также в MLB Producer есть возможность одной кнопкой временно отключить все коррекции и оценить состояние до-после. Зебра включает отображение перей и недоэкспонированных участков изображения. Двойным щелчком мыши любой ползунок встает на дефолтное значение, что привычно и удобно. В окне программы видео может отображаться в режиме 100%, 200%, подогнанном под размер окна и растянутом под размер окна. Есть черновой режим дебайризации для быстрого предпросмотра, что удобно для беглой навигации по видеофрагментам, но не для углубленной коррекции. Должен сказать, что в последних версиях программы предусмотрим инструмент для работы с Dual ISO, но моя камера 7D, к сожалению, не поддерживает данную функцию, поэтому проверить не могу. Также у моей камеры нет на видео точек от фокусировочных фазовых датчиков, поэтому я не могу оценить качество работы функции по их устранению. Хотя она, безусловно, в данном конвертере есть и вроде на ее работу никто не жалуется. Посмотрим теперь, что предлагает программа для работы с нашими болевыми точками, которые я подробно перечислил во вступительной части видео. Для удаления муара есть специальная функция False Color и еще есть Allize Filter. Первая удаляет радужные разводы, вторая смягчает лесенки на диагональных линиях. Иногда достаточно просто активировать False Color и чудесным образом проблема исчезает или становится малозаметной. Иногда полезно задействовать оба чекбокса. Это простой и очень эффективный подход. Он работает потрясающе на воде, на мелкой листве, на асфальте и так далее. Но там, где есть серьезные радужные разводы, этого, оказывается, увы, недостаточно. Отдельный инструмент есть для удаления горячих пикселов, либо в автоматическом, либо в ручном режиме. Увы, чудес не бывает, и авторежим, пытаясь бороться с реальными горячими пикселами, еще порой создает неприятные артефакты в других местах. Например, в кроне деревьев с мелкими листьями на просвет, что совсем нехорошо. Поэтому ручной режим с точечным выделением конкретных пикселей работает гораздо более предсказуемо и качественно. Хотя иногда и ручной инструмент у меня наотрез отказывается удалять дефектные пиксели, на которые я ему явным образом указываю. Но это нечасто. В MLV Producer есть все необходимые инструменты для работы с наиболее светлыми и темными областями изображения. И если повозиться, можно аккуратно проявить эти области и вытянуть из них сохранившуюся информацию. Экстремальных чудес программа не демонстрирует, и грубых ошибок в выборе экспозиции не прощает. Мне лично здесь не хватает кнопочки Highlight Recovery, которые обычно очень четко работают с областями на грани пересвета в других подобных программах. Для борьбы с вытянутыми из теней цифровыми шумами в программе есть возможность применить встроенный шумодав, настроив его интенсивность вручную. Но с ним надо быть аккуратным, чтобы не убить всю детализацию в кадре. Но сам факт, что в бесплатной программе есть шумодав, это очень круто. Поинтересуйтесь, для интереса сколько стоят серьезные плагины шумодавы для основных монтажных программ. Моя особая боль – это вертикальный бандинг в тенях на низких значениях ISO в моей камере CMD, который отлично виден при работе с MLV Producer. Готового инструмента по автоматическому удалению данного специфического шума в программе, увы, нет. Но универсальный шумодав работает неплохо, если не переборщить с его настройками. Есть функция Fixed Pattern Noise, которая, насколько я понял, требует предоставить программе для анализа MLV-фрагмент, специально для этих целей, снятый с закрытой крышкой. И с теми же точно съемочными параметрами, как то ISO, выдержка, уровень нагрева матрицы, что и у всего остального рабочего материала. Я нигде не читал и не видел отзывов об использовании и эффективности этой функции, но если вам интересно повозиться с этим, то в моем ролике о программе MLV-App я более подробно описываю данную технологию и как ей пользоваться. В программе есть богатый набор пресетов для экспорта готового материала, включая все распространенные кодеки и форматы видеофайлов. Очередь рендеринга сразу множества файлов, естественно, тоже присутствует. В целом мне очень нравится результат на выходе из программы. Видео получается детализированным, ярким, лишенным большинства артефактов. Хотя все же результат не является выдающимся в сравнении с другими программами. Но как программа все в одном, MLV-продюсер очень хорош. Особенно если обрабатываемое видео изначально нарядное, цветастое и беспроблемное в плане экспозиции, что главное. Тут уж все делается вообще в пару кликов и можно идти дальше. А вот со сложными случаями придется повозиться или даже прибегнуть к другим программам. В свете всего вышеизложенного я для себя вижу два способа использования данной программы. Первый способ – в качестве некого расширенного конвертера-сортировщика, который работает напрямую с отснятым материалом. То есть мы можем быстро и эффективно просмотреть отснятый материал. Подрезать начало и конец у некоторых слишком длинных роликов, чтобы не захламлять жесткий диск. Отбраковать и удалить явную некондицию. Оценить правильность экспонирования. Побороться с дефектами, например, муаром, горячими пикселами. Что особенно важно именно на этой стадии дебайоризации, а не потом. И на этом можно остановиться. Просто сохранить информацию в каком-нибудь малоконтрастном профиле и экспортировать некий полуфабрикат. А в совсем несжатом виде или же в высококачественном монтажном кодеке для дальнейшей уже углубленной цветокоррекции, грейдинга, покраски и монтажа в готовый фильм, уже в каких-то других, более продвинутых программах. Ну и второй способ – это использовать программу как полноценный видеоредактор полного цикла. От загрузки отснятых MLV файлов с флешки до вывода полностью готовых к чистовому монтажу покрашенных кусочков. Мне лично ближе первый способ. На этом все об MLV Producer. А далее я продолжу рассказ о других программах для обработки Magic Lantern RAW видео, к которым вы уже можете сейчас перейти по ссылкам на экране или в описании под этим роликом. До встречи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!